Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сегодня 7 января 2016 года. Всех поздравляем с Рождеством Христа, чтобы быть достойно рожденного Бога Младенца от Пресно Девы Марии Богородицы. Ну вот, посоветовали нам такую тему. Я их не могу найти, Калистникова Николая Ивановна, считай. И мы ее держим каждый день, выставляем по ролику. Что у нас было за день? Номер 26. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 6.01. Это за прошедший день. Теперь считай. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Вот это я беру как эпигром, добавляю к этому. То, что совершается сегодня в стране, да и во всем мире. Видите, какой был умный царь. Вот сказал фразу, написал в дневнике. Ну, до конца, конечно, не видел, но видел то, что случается. Никто не думал, чем закончится. Кто-то там кирпичников, кто-то выстрелит, убьет, что там открывается пропасть, расколотые ступени. Ну, для верующих, мы понимаем, эта история была уже разнаряжена. Должны были царь, дети расстреляны, убиты. То есть ни один вампир, ни один фашист этого не делал, что сделали коммунисты. Никогда в мире этого не было. Ну и считай, Ликини взять. У Константина был, тот тоже у претендента уничтожил. Он не претендент, а уже отошел. Вот теперь еще раз повторю, что у нас есть. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум, а потом возвращаемые ответы к вопрошателям, теперь видны на нашем видеоканале, во свете Библии, открытым оком. Наш видеоканал. Вот я сказал, на нашем видеоканале. Ну, пожалуйста, вот он, наш видеоканал. Просто запомните, открытым оком во свете Библии. По-русски, зарядите в Google или в Яндекс. Я в ВКонтакте не бываю. Представьте, когда зайдут, они увидят, потом придут, потом заберут. Прямо идите, сразу идите на наш форум. Вот я сейчас покажу наш форум. Вот он как выглядит. Прямо на наш форум заходите, ничего больше не нужно. Называется православный форум Игнатия Латкина. Форум очень большой. 1587. Тут и видео, и все. Все абсолютно есть. Материал просто огромный, огромный. И вот сколько уже страниц тут у нас? 329. 329. Ну, вот эта страница, вы знаете, сколько здесь идет. Вот. Теперь мы дальше это продолжим. Где она у меня есть? Вы сюда, чтобы сами заходили туда, на наш форум. И вопросы ставьте. А кто желает, чтобы у нас, ну, лично ответить, там книги заказывают. Вот сюда заходите. Называется Mail.ru, мой мир. Это система лучшая в интернете, вообще в мировой сети была. Они постепенно урезали, урезали, до чего дошло сейчас. И все равно она одна из лучших. Нельзя отправлять. А тогда можно сразу было одной кнопкой, материал в 5000 знаков и 12 фотографий. Можно было послать на 10 тысяч человек. Вообразите, что было. Ну, люди этими воспользовались, стали пакости делать, писать. И, видимо, указания руководящих органов там. Но они подчиняются тоже где-то. И чтобы их Бог благословил. Мой мир, мой мир это интересная очень система. Легко регистрируется. Заходите и здесь что нужно спрашивайте. Тут почта есть, вы найдете. Вот смотрите, какая. У меня две странички. На одной я с голубем, на другой вот так вот. Вот. Вот в шапке просто стою. Потому что сейчас смотришь, ну, на разных ресурсах, везде. Какие-то изменения. Ну, я новичок здесь. У меня не больше 4 лет или 5 лет, там, допустим, 5 лет в интернете. Так, маленько стал разбираться. Так-то больше. И еще не видел почти ни разу, чтобы какие-то новинки вводили, которые там делают. И они были бы для улучшения, для людей-то. А все как будто приглушить, задушить, задавить. Ну, зачем это делать? Вы дали эту нам возможность. Мы молимся за вас, чтобы вас Бог благоставил. И ВКонтакте, в Одноклассниках, там, что там есть, в Фейсбуке разное. Да даже сравнивать не знаю. Что-то у нас, как составлены форум, какое удобство на Ютубе. Ну, везде есть какие-то свои недостатки. Но, ну, хорошая. Мой мир прекрасная система. Очень хорошая. Еще в Одноклассниках раз и ничего нет. Вот посмотрите. Я показываю. Здесь сколько одновременно у меня находится музыки? 164. Так, видео. 2184. Фото. 18388. Ну, вообразите это в Одноклассниках. И при том, это по плейлистам легко находить. И здесь подряд. Вот она идет и идет. Все здесь пишут. Можно писать и здесь под ними. Ну, даже сравнивать не с чем. Это видео я показываю. Видео. Всего-то у нас больше 4000 видео. И объявление. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание, что на нем есть, для облегчения поиска нужного ответа. Хорошая просьба. Но я отвечаю на это. Мне с этим не справиться даже при всем желании. Кое-кто соглашался слушать полностью ролик и мне прислать краткое содержание, которое я выставлю внизу в пояснении. И по нему поисковик приведет в ролик с нужным ответом. Вот интересно. У меня там, ну, Господь допустил это. Клеветники разные выходят, безобразничают. Сегодня встал на Рождество. Такие матерки. Матерки площадь не бранью. Еще не могут сделать. Но если митрополиту шлют местному, и он по телефону разговаривает, такое впечатление, и там священники, главное-то священники натравляют эту патриархийную кодлуту. Даже ради Рождества они могут успокоиться. И митрополит говорит, такое впечатление создается, что они вас убить хотят. Вот такая ненависть. Любой ролик все это сквернет. Ну, простое дело. Мы идем с детьми за ягодами. Ничего нету, нормально. Идем, строим ягоды, дети собирают. Секта. Сколько же сектантов развелось. Ну, неужели это не говорит, что помутнение рассудка? Исидор Пенсион говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Ну, будет суд Божий. Ну, успокойтесь ради Христа истинного Бога. В чем я виноват перед кем? Простите меня ради Христа. Спасайте свои души. СОС звучит буквально везде. САЙ ВАУ СОЙУС. Дальше. На какой минуте? И услышали один Коля Николай, вот даже называю его, эти сквернавцы, они сейчас этих людей выискивают, кто с нами в общении, и их заваливают мерзостью. Они говорят, ужас, не слыхали такого даже. Вот найти надо ключи, взломать, что делать, уничтожить, и все. Демоническое полщище вырвалось на свободу. Но благодарение Богу на мне, тут им не посильно. За меня молятся буквально на всех пяти континентах. Они ничего не могут сделать. А на смерть, а я давно себя обрек на это, 53 года назад. Иду все время по лезвию. За мной тюрьма, за Слово Божие. Ну и видно, что живу я согласно моему соображению, вере-то. И вот этот Николай указал. Посмотрите, вот сейчас вот 24, 23, 22, 21, я уже вставил, он мне присылает. И кто будет, какой ролик, любой, берите и разбивайте его по минутам. Посмотрите вот на эти разборы. Я называю номера. А это Коля Николай назвал его. Сейчас эти пакостники найдут его и начнут ему говорить мерзости. Поэтому, ну не могу я не говорить об этом. Ради Рождества, хотя бы прекратили беснование. Это беснование. По всей вероятности, похулили Духа Святого, и теперь остановки нет. И главные виновники священники натравливают, благословляют, делайте пакости. Прямо. Священники патриархийные. Самое злобное, что я в жизни встречал, а я столько перетерпел, ничего более страшного не встречал, как вот эти отступники. Почему? Они у алтаря поднимают руки. Богохульники. Ну, о которых Андрей Кураев пишет-то. Гомосексуалисты. Крохоборы. Трусости и корысти погрязшие. Господи, не припомнив судьбные денег, а разрушив все их замыслы против детей твоих. Вот так. Ну и дальше. Прошу всех, кто заходит на наш этот видеоканал «Во свете Библии» открытым оком, помогите это дело исполнить. Возьмите один ролик и до конца прослушайтесь, сделав оглавление, помечая содержание простыми словами «О Библии, Христе, Святости, Суде Божьем» и так далее. И это содержание перешлите мне или в мой мир на форум или на почту, а я уже помещу это содержание внизу указанного видеороликом. Только делать все дело ответственно, без ошибок, без пропусков. Лучше всего в мой мир. В мой мир. Так, это переписывание, фотокарточку, обязательно фотокарточку. Я еще хочу сказать, кто в дружбу просится и нет фотографии, и какие-то имена там, цифры что-то набирают, ну, прячутся-то. Я их выбрасываю из друзей. Вот вчера еще раз провел ревизию. Я провел ревизию у себя, друзья, и больше тысячи человек выбросил. Принимал нормально, а сейчас то какую-то машину подставит, то далеко фотографии, ничего не видно, то в разворот прямо и без очков. Я их все время подчищаю. Зачем? Он лукавый человек, хитрит. Ну, посмотрите, сколько людей. Ну, основные-то люди-то свою фамилию ставят. Дальше. Вот вчера, то есть за прошедший день, кто пишет? Олег Щеглов. Стерлингов, Стерлингов, прекрасный Иуда. Стерлингов, его фамилия Стерлингов. А Энн, это уже единица измерения денежного. То есть он первый из мультимиллионеров, то есть первый обманщик, первый ворюга, как говорится. Богатыми не делаются сразу. Из поколения в поколение накапливаются. А вот у ночь богатые, как Березовский, это грабеж, это бандиты. Леонардо долго искал такой правдивый образ и видео. Священные писания Герман Стерлинга. Пренебрежение и неуважение не только к зрителю, ждущий спиной к священнику, в скобках, но и к предкам, и к православному человеку. Аферист, организатор биржи Алиса и Жлоб, продающий хлеб по 450 рублей, не любящий ни отца, ни детей, ни землю, ни крестьянством занят, а расселением мегаполисов. То есть это только разговор. Никто, он знает, у него все совершенно невыполнимые. Там Москву переселить, чтобы пахали сахой, убрали все электричество. Ну все такое вот прямо, ну, залохов, как говорится, считает людей. И вот он это видит и говорит. Как его Стерлинга? Я отвечаю, это разрушитель. Библия периода неправильная, нигде епископов нету, только один в мире есть, но которого он знает и никому не говорит. Ну просто человек безбожник совершенно. Ему надо только свое дело где-то сделать. И вот человек вышел, дает этот ответ. Измеривший собой благодать 1597 года, пытающийся продвинуть себя в команду Путина с помощью сомнительной, бесплатной раздачи книг, не случайно выделивший Грозного, так точкой опоры, сам решающий, кого убей, кого не убей. Рекомендую к просмотру для изучения фарисейства. А про книжников Иисус все уже сказал. Видите как, говорит правильно. Надо просто это увидеть, помолиться о нем. Я о нем молюсь каждый день. Не просто сказать, Герман плохой-то. Там много и хорошего у него. Он рассуждает о многих вещах правильно, но он никакой, нигде. Это Московская патриархия, вся еретическая, спасения в ней нету. Ни в зарубежных, ни к старообрядцам, никуда. К старообрядцам одно время называл себя старообрядцам. Видимо, что-то у него кто попросит, он сразу в черный список. И всю его веру присчитает ничто. Но просто балагур и обманщик. Обманщик. Его Дмитрий Смирнов, все его гладят и прочее. То есть к нему очень снисходительный православный. Вот он бежал в Карабах, там вернулся. Нам это зачем? Саша Дрондин. Доброй ночи, Игнатий Тихонович. Господь посреди нас. Прошу вас, если вы еще не удалили нашу запись, перешлите мне, пожалуйста, на почту. Я еще раз хотел бы прослушать о молитве святым и посмотреть те места из Библии. Уже у меня память не как у вас. У меня память не как у вас. Ну вот он из бактистов пришел. Очень разумно пишет. Я ему все это говорю. Я отвечаю. Игла. Игла это Игнатий Лапкин. Тут ничего нет. Игнатий Лапкин. Я в этом вижу еще что. Слово Игла в Библии встречается один только раз. Слова мудрых как иглы, как битые гвозди. Но я не придумывал это. Лапкин, Лапка. Слово Лапка встречается не Лапкин, а Лапкин. Только один раз. Паук лапками сцепляется и бывает в царских палатах. И вот через интернет я достиг концов буквально вселенной. Паук. Паучок какой-то маленький. К сожалению. Я отвечаю, к сожалению. То есть он не соглашался. Я его уговаривал. Он уговаривал. Ну давай выставим ролик, беседу. Я в конце не спросил, не сказал. А он видимо стал застеснялся. Потом говорит, ну ладно ставьте. Но раз уже три раза он не хотел где-то, я его ролик просто взял и уничтожил сразу. Ну я вот тянул к этому, он сам не понял. Я отвечаю. Я же просто уговаривал вас. И видно, что вы не соглашались. И поэтому записи это уже нет. На будущее. Разговор только под запись для интернета. И без уговоров. Вот так вот все, кто не хочет, чтобы в интернет ко мне даже не заходить и не тратить времени. Я сразу выкидываю. У меня было такое. Начал беседовать. И человек что-то крутит, вертит и не хочет. А только зашел один у меня хороший человек, парализованный Сергей Козлов. И он сразу говорит, это гомосексуалисты. Вы не поняли ничего. Ну и не понимали. Я вообще в грех этот не могу воспринять. Я думаю, что он есть, но в то же время разумом не могу понять, как это может быть. Зачем такое безумие. Когда, говорит, оставили естественное употребление женского пола, заменив противоестественных, разжигаясь похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срэм и получая возмездие в самих себе, должное возмездие за свое заблуждение. И дальше. Можем сейчас же и повторить эту беседу. Согласны? С Олегом Хакимов. Вот настоящие русские. Еще говорите чурки, хачи и тому подобное. Вот как нормальные люди в платках, все с бородами. Это он нам в нашем лагере детском увидел, как наши люди, похоже, что по фамилии там все, он к мусульманам принадлежит. Им понравилось, как у нас строго, по форме, дети. Видите, не всем это, что сектанты. Он не знает слова сектанты, поэтому дальше еще говорит. С Олегом Хакимовым, видать, кокосу-кокосу отвечает. Они не голодные, одетые, спят спокойно, и это главное, и не бегут в карабах. Еще. Александр Москаленко. Просто не верится, что есть еще такие люди. Мне очень симпатичны эти люди. Это он говорит о нас, как вот все есть. Ну и сейчас мы посмотрим, какие у нас тут ответы дать. Вот вчера пришло, то есть за сутки. Это мы на нашем форуме. Виктор Шипилов. Спасибо, Игнатий, за предложение изучить ваши материалы. Я все посмотрел, и мне очень понравилось. Вы грамотно проповедуете, поэтому хвала вам за это. Как имеющий духовника, думаю, что и у вас есть духовник, который благоставляет вас на ваше миссионерство. С уважением, Виктор. Ну, благодарю, Виктор, и Бог вам в помощь. Амнос, Сергей Амнос, видимо. Доброго времени суток, мир вам. С наступающим Рождеством. Наконец-то доделал второй выпуск разбора вашего ролика. У вас были вопросы, сразу отвечаю. Я Сергей Амнос. Мой позывной в скайпе, странник Сергей. Ну вот посмотрите, как есть. Он выставлен на нашем. Зайдите сами на наш форум и посмотрите. Он разбирает. Вот я ткну его, посмотрите немножко. Просто приятно человека посмотреть. Он сидит с бородой. Ну, нормально, можно беседовать. Так. Вот сейчас я покажу немножко, что у нас как было. Вот еще как. Ну, я передвину маленько, чтобы быстрее показать. Мне не надо. Ну, это уже никакие надо быть. Вот если остались без Христа, как он говорит. Возносится за богослужением. Он ищет это. Он наказывается. Что, соборы, как толковать. То есть он проделал. А почему вы здесь? Это видно дальше. И берет у меня из ролика ничего. Но после осуждения хересей. Вот смотрите на него лицо. Посмотрите, борода не тронутая. Он старается до людей донести, как он понимает. Все, что они имели. Благодарю Сергею за разбор. И будут еще дальше работать. Замещание приветствуется. Вот так. Ну, больше еще сказать. Сами посмотрите. Ролик тут мы не успеем смотреть. Благодарю Сергею. Дальше. Ирина. Игнатий Тихонович. С Рождеством грядущим Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дай Бог нам мира, любви, милосердия, здравия души и тела, радости, не перестающие о Христе, теплота и чистоты сердец. Не теплота, а тепла. Тепла и чистоты сердец. Покрова Ризы Господней, защиты от всех враг видимых и невидимых, крепости духов, часы испытаний, спасения души, пристанешь ей в Царстве Небесном, и держи все праведные, прославляя Троицу Пресвятую и неразделенную. Ирина. Вот она сидит. Вот это, видимо, Ирина. Это дети. Сердечно благодарю, Ирина, и приветствую с Торжеством Христовым. Хорошие слова написали. Дай Бог, чтобы они исполнились. Так. Ну, мало вчера поступило, но я возьму более ранее немножко. О, заполни. Я отвечаю. Когда мне вопросы задают, я всем отвечаю на один вопрос. А дальше? А как вы относитесь к Российской империи до 1917 года? Ну, ладно. Дальше. Отвечаю. Каждому только на один вопрос. Остальное он сможет найти в моих 4124 ответах на моем сайте. И там же в 41 моей книге. Вот сайт. Вот видите, как сайт. Посмотрите, запомните. Зарядите Яндекс.Гл. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот 4124 ответа. 50 папок. 55. Вот здесь только нажмете, сразу на нашем форуме. Вот на него если давнуть, сразу перейдете. А дальше уже зарегистрироваться и можно выступать. Видеоканал. У нас спору нету. Дается огромный пакет материалов по любой теме. И вот в течение месяца фактически ни одного выступления нету. Но люди приходят. Иногда даже 2 дня назад 600 человек зашло за день-то. А это не наша норма. Просто, видимо, случайные люди. Обычно 250. Ну, сейчас где-то 300 держат. Вот. Ну, показали. Вот отвечаю и может найти где. Пишу. Не искушайтесь. Не искушайтесь. Наш сайт во свете Библии. Наш форум во свете Библии. Живой журнал. В Ютубе зарядите два слова. Игнатий Лапкин. Ключевые слова. Там лично наших роликов видео... Видео теперь уже не столько. Тогда было столько. А сегодня около 4 тысяч. Дальше. Александр Калагойда. Здравствуйте. Помогите мне. Что мне делать? Причащаюсь чаще остальных в надежде от гомосексуализма избавиться. Но не получается. С самого детства понимал, что не такой, как все. Внимание было всегда на парней и только на них. Я любил играть только с девочками, в куклы. Не любил машинки и даже называл себя Машей. В 6 лет узнал, что такое гей. И наконец осознал, что я гей. Именно в 6 лет пробовал отношения с девушками. Не понравилось. Нет к ним влечения. Что делать? Можно к психиатру обратиться. Я садомит. Это грех. Ужас. Ну, видите, что он скажет. Вам лично написал. Не лично. Его перекидывают мне с контакта в то другое. Не надо тайну делать из этого. Да он и не желает этого делать. Я отвечаю дальше ему. Дальше ответ будет. Анастасия. А видео с мусульманами. Дальше. Видите, какая Анастасия. И что у нее за книга, я так и не понял. Диплом написано. Диплом. Красный. Красный диплом. Умница-то какая она. Что? Нет, я просто спрашивала о вашей фразе, что Бог прощает только грех за сегодняшний день. И была я этим очень удивлена. 16-ая минута. Вы еще говорили, что каяться за вчера уже бессмысленно. Вот у меня и возник вопрос. Что же теперь исповедоваться надо каждый день? И из вашего разговора было непонятно. Имейте ли вы в виду то, что если язычник покаяться в тот же день, то его простит Господь. То есть получается и исповеди как бы уже не надо. Вообще ничего не понял. Никогда этого не говорил. Не знаю. Это исповедоваться надо. А что Бог прощает за один день. Ну как это? Он прощает Господь все. В каких грехах мы раскаемся. Непонятно. То есть я этого не говорил. Дальше. К Александру отвечаю. Прочитать внимательно. Если Ли не проимет, съездить в Саудовскую Аравию и обратиться за помощью к шейхам. Вот я ему отвечаю. Содом и Гаморр готовы. Готовы. Такой у нас есть материал и здесь. От этого не избавиться. Выберите билет и съездите в Саудовскую Аравию. Я знаю как это. Куда ехать. В Иерусалим едут. Не надо туда ехать. Ехать в Саудовскую Аравию. Или к этим, к ИГИЛам, которые сейчас. И к ним сказать. Я садомит. И что нужно делать? Остальное вы уже догадаетесь. Что нужно делать? Вот я это отвечаю. Так не говорил. Ответ Анастасии. А в видео с мусульманами? Да. Ничего такого я никогда не говорил. Поэтому отвечать нечего. Я не говорил никогда. Надо исповедоваться. Надо веровать. Язычник, не язычник. Ну, согласно Писанию. Даниил 1343. Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня. И вот я умираю. Не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. Это я отвечаю всем, которые нападают на меня. Вам вот ответ где-то. За мной ничего нет. И поэтому, когда нападают, я иной раз даже смотрю, на каком они говорят. Это не обо мне. То есть они что-то придумали. И теперь на того нападают. А я вижу, злотоуст, говорит, не на него обижаются, а того, кто его побуждает. То есть эти люди, движимые силой бесовской. И там стоит рогатый и наставляет их. Дальше. Игла. Ничего такого никогда не говорил. Ага. Не говорил. Дальше что? Ответ ее. Я ни в коем случае не хочу клеветать на вас. Просто меня удивило то, о чем вы беседовали с женой Мулы. Если хотите, то посмотрите эту беседу. Там вначале это было. Ну, не так там было. Ну, хорошо, что вы так не считаете. Но странно, что на записи все же такое было. Ну, допустим, так было, понимали. С ними разговор шел, я говорил о прощении жертву за грех. Действительно, ролик есть. Но такого я не говорил. Я говорил, за каждый день, как вы будете отвечать? Баранам нет. Баран не повинен. Поэтому Сын Божий воплотился. Дальше. И умер за наши грехи. Вася Богнюк, Украина. Интересно, как сидит он. Он стоит по намаре. По намаре выходит, да. Скажите, пожалуйста, что делать, когда Владико и секретар взяли взятку под запрет нашего батюшку? Мы уже не понимаем, что делать. Ну, взятку взял, то другое. Интересно, советские законы гласили одинаково 15 лет за взятку, кто брал, кто посредником был и кто давал всем в круговую. Вот закон был. Надежда Гаврилова. Здравствуйте, батюшка Игнатий. Можно к вам обратиться с вопросом? Мне 17 лет. Я вот не знаю, как назвать этот грех на исповеди правильно. В порыве страсти какой-то я целовалась с мальчиком, который мне совсем не нравится. Мне кажется, это таким постыдным и грязным. Как покаяться? Ну, как говорите, так и покаетесь. Скажите, батюшки, сами осудите. Я отвечаю ей. Это именно, который не нравится написал. Может, это непонятно. Ну, что, все понятно. В жизни все бывает. Дальше. Судя по вашим словам, вы уже покаялись. Вот, раскаяние перед Богом. Теперь сходите к священнику на исповедь. А остальное, батюшки, все идите к священникам. Дальше. О, какой грозный. Да. Еще он пишет. Кто такой? А тут. Дальше. Отче Игнатий, здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Ибо сердце мое не выдержит, разорвется, либо душа не выдержит этой боли. Злым я стал. Себя не узнаю. Господи, я не знаю, что мне делать. Хочется, чтобы сердце остановилось. У меня была или есть девушка, с которой мы жили вместе. Была семья, так сказать. Так получилось. Она изменила мне и забеременела другого. Отче. Я ненавижу всей душой ее. Это маленькое чудо у нее в животе. Его. И себя за эти мысли ненавижу. Что мне делать? Ну, во-первых, видно, что не венчаны, как жили, что посеешь, что и пожнешь. Ответ. Я ответ даю для верующих. Для вас нет закона никакого. И поэтому ко мне тут и обращаться не надо. Я знаю, покатитесь и веруйте в Евангелие. Разорвать преступную связь, оттуда уехать, с ней не встречаться, не писать, не звонить. Все на этом закончилось. Блудная эпоха прошла. Дальше Бог усмотрит. И обязательно сходите на исповедь к священнику. Храмы Московской Патриархии открыты везде. И вам не надо смотреть, как священник живет, что говорят. Благодать действует через любого. Если, конечно, грех не смертный, он неизвержен. Вот. Теперь дальше я беру. Вот она наша. Видите, на нашем форуме мне это все присылает. Что она, кто? Оля Проноза. Всем добра и света написано. Прошу вас, Игнатий, помолитесь о нас с Лужем. Его зовут Михаил. Мы поженились в июне этого года. Но так и не можем начать жить вместе. Его мать проклял, а, наш брак. Он сам из Московской области. И все время возникают проблемы, которые разделяют нас. Буквально неимоверная сила разрывает нас. Вчера утром он уехал к себе и не отвечает на звонки. Хотя мы не ссорились. На прощание он долго меня целовал, но не сказал, что уезжает. И уехал. Я ничего не понимаю. Мне очень тяжело. Ну, опять, видно, что без согласия родители этого никогда нельзя делать. А бывает, родители... Ну, все это... Идите к священнику там и обсудите этот вопрос. Более сложные дела решает епископ. Ну, заочно, как можно сказать... Вы не спрашивали до этого-то? Вот одна говорит, я полюбил, а он старообрядец. Он вот так вот говорит, то другое. Я говорю, ну, вот так-так-так-так-ты вы никакие. Он со священством, белокринитская иерархия. Но ты помни, что на этом все засохше. Старообрядца по одной пропой. Ты еретик, переходи к нам. Собственно, Московская патриархия-то ничем не отличается, от которой нападают-то. Дальше. Иглан. Если это так, как вы пишете, то для людей мира в этом нет ничего необычного. Живут же они одним днем. Выход подсказывает дьявол-похититель душ. Первое. Убить ее и то, что в очреве ее. Еще лучше, если и соблазнителя попутно. С таким решением, сделавшим именно так, я встречался и не раз в тюремных камерах. Второе. Можно по-молодушному на себя руки наложить. И эти советы всегда исходят только от дьявола, которому так ревностно до этого момента служили два блудника. И уже, или уже при лебодеи, если были женаты до этой случки. Что и описывает Лев Толстой в крейцеровой сонате. Для неверующих законы христианства чужды и противны. Значит, тут и совета просить не нужно у верующих, не искушать их. Если бы вы были верующими, поистине христианами, то подобного не случилось бы и уходящего в страхи Божия. Первое. Коринфянам 7.27. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Молитесь и ищите спасение во Христе Иисусе. Ефесянам 4.19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Остался 4.2. Клятва и обман. Убийство, воровство и прелюбодейство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Блудная жизнь разорвала цепи греха разводом. И это тоже благо для грешника. Открытые пути к чистому покаянию. Видите, какие я даю ответы. Слава Божие. То есть люди пришли не ко мне. Что говорит нам Дух Святой из Святой Библии? Вот посмотрите, когда задают вопросы кому-то священникам, там сидят они, даже патриарх. Для них Библия не существует. То есть он берет все это на себя. А теперь гордыня, прелесть, а вот гордыня и прелесть человека находится, когда он миссию Бога берет на себя. Выше этого ничего нет. То есть чисто сатанинский подход. И вот начинает плести, что-то говорить. Ты ответь просто. Вот заходят священнику, ролик 4-5 минут. Могу ли быть диджеем? Я хотела поехать туда, что тут народ совершенно никакой. И вот довели до этого состояния полной апатии и безразличия. Руководства Божьего нет. Вот она пришла, я ей ответил. Вот теперь считай эти места. Тебе говорит Бог. И поступи так. Дальше. Это Ольга Прапорно. Запрошу помолиться. Ну поженились, я отвечаю. И Еремея 5 глава 7 стих. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не Боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Вот как Бог говорит толпами. Вот дома прелюбодеянные, где там продажные женщины. Вот ответ. Ваш выбор без Бога не мог иных плодов принести. Вот если бы ваш сожитель обратился к Богу, а вы бы ему ультиматум. Или я, или твой Бог. Тогда бы этот поступок, его рассматривался бы как героический. Под личину Алексия Божия человека. 1 Коринфянам 7.28 Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Вот так вы и будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Жаль. Дальше. Для грешника один совет. Марк 1.15 Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Лука 21.23 Горе же беременным и питающими со ссами в те дни. Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. Вот ответ. То есть, откуда это идет? Надо любить Библию. Любить Святое Слово Божие. Вот у меня стихотворения написаны. Я их выставляю по два каждый вечер на нашем видеоканале. А потом переношу в мой мир. И напротив каждой строчки окажется стихотворение 9 куплетов по 4 строчки. 36 раз нужно открыть Библию. Указано место Библии, откуда взята мысль. Вот посмотрите. То есть, в мировой практике этого еще не было. Чтобы стихотворения, вот ни одного поэта в мире не было за всю историю мирового человечества. Чтобы стихотворение и каждая строчка показана, откуда взята мысль. С указанием. Один как-то подошел ко мне, приехал, бывший деревенский. У нас хоть из деревни, хоть один человек как-то вроде в люди выбился-то. А то никого нигде неизвестно. Я говорю, да как я так еще выбился-то? Я сторож и печник. Нет. А вот вы то другое там умный. Я говорю, да какой я умный? Это я беру из Библии. И указываю, откуда взят. Так тогда вы еще умнее знаете, откуда взять. Ну вот такое дело. Покажи, как они тут бегают. Дальше. Кто тут говорится? Это та девушка, которая, судя по вашим словам, вы уже покаялись. Она отвечает. Надежде Гаврилу, у вас 17 лет. А если покаялась, а грех мучает. Что делать? Ну а отставить грех мучает. Значит, если ты в это веришь, сходила на исповедь, получила разрешительную молитву, то поверь в это. Значит, не поверила в это. А когда поверила, у тебя ничего уже нет, ты чистая. Ну вот если до крещения было, тогда проще. В крещении смывается. А вот у древних было такое, что вот как ты в купель, где погружался, с головой. И вот загрешишь, тебе столько слез надо наплакать, сколько воды тут было. Интересно. Дальше. Ваш выбор без Бога не мог иных плодов принести. Вот она уехала. Ольга уехала. Ольга Пронс. Я отвечаю. Мы венчаны. А как без Бога? Ну венчаны, значит. Без согласия родителей это что-то значит. Никак. Получить согласие родителей нужно было. Благословение. Ну и опять идите к священникам. Что тут дальше? Ответ надежде, что покаялась и грех мучает. Да. Не умничать, а выполнить совет, если уж вы за ним пришли сюда. Враг искушает, и потому нужна борьба с ним. Попробуйте с малого. Нигде за пределами своей квартиры не быть без головного убора. Безцеломудренно покрывающего голову платка. Увидите, что тут в раз у многих не получится, ибо свое я заломило мысли о свободе. А кому это нужно? Вот и все. И нужно искать рецепты на пользу себе там, где они вред. Где один вред. Где один вред. У меня был близкий мне человек, мужчина богатырского сложения. Но не контролирующего свой род случилось такое. Вдруг не был принят работать на тяжелых бульдозерах. Давление в нем отметили приборы. Он пришел ко мне за советом. Что бы мне такое съесть, чтобы давление упало? Я ему посоветовал запечатать рот, не глотать таблеток, понижающих давление. Но объявить борьбу с сатане постом и молитвой хотя бы на три дня. Не есть и ничего не пить. И ни грамма, и ни капли воды. Через три приходит мой Саша, улыбающийся и выдает. Прошел медкомиссию, давление совершенно нормальное. И похлопал себя по неточьему животу. Так и вы объявите бой дьяволу, который искушает вас, не иным оружием, а именно тем, который Бог дал постом и молитвой. Все дальше. Лука 2.37 Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Деяние 13.3 Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. 1 Коринфянам 11.13 Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. 1 Коринфянам 9.27 Но усмиряю, порабощая тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным, остаться недостойным. Данила 9.3 И обратил я лицо мою Господу Богу с молитвой и молением, в посте и в ретищ и пепле. Матфея 17.21 Вот все, какой мой ответ. Если подобные ответы вас удовлетворяют, значит вы ее исполните. А про чем тут? Мы венчаны, как без Бога. Да. Отвечаю. Не лишним было бы посмотреть снимки вашего венчания, на которое многие уповают. Венчания нет, венцы на голову не надеваются, ибо священники боятся запащивать подклад венцов о волосы брачущихся. Если так, то венчания не было вовсе. Попросите у Бога решимости. Решительно пересмотреть все в своей жизни. То есть бракосочетание было, а венчания не было. И потом определиться, нужен ли вам такой муж вообще, и не лучше ли остаться одной для славы Божией. 1 Коринфянам 7.28 Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. 1 Коринфянам 7.34 Незамужние заботятся о Господне, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужние заботятся о мирском, как угодить мужу. 2 Тимофея 2.4 Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Всегда произносят еще и такие слова. Бытие 2.18 И сказал Бог, Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Это нехорошо было в раю, а ныне совершенно иное. Хорошо быть одной. 1 Коринфянам 7.8 Безбрачным же иудовым говорю, хорошим оставаться, как я. Вот как надо. А то все в аптействе считают, а это место не считают. Надо вот что считать. 1 Коринфянам 7.26 По настоящей нужде, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Все. Дальше что там? Вася Богнюк, что делать? Взяли взятку и под запрет нашего батюшку. А, ну ну понятно, отвечаю. Мы уже понимаем, что делать. Ложное обвинение вовсе никак не повредит оболганному, если рассуждать позиции вечности. Под запрет вашего батюшку? Ну и что из того? Повредит ли это вашему батюшке или вам? Ну пусть постоит сзади, пусть выходит соглашенным. Притча 26.2 Как воробей спорхнет, так ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. 2 Царство 16.12 Может быть Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Вот меня злословят, а за это великая награда. Я молюсь за своих поносителей разных. Это Петров, богохульники просто под разными именами. Это все священники патриархийные делают. Шпана, я называю их, кодло патриархийное. Даже ради Рождества Христова не могли прекратить. Я не знаю, сегодня бомбежка-то у них будет или нет там в Сирии. Но ради Рождества Христова не должны были этого делать. Я еще не знаю, но никак не должны были. Даже перемирие бывает. 2 Законие 23.5 Но Господь Бог Твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог Твой проклятие Его в благословение Тебе, ибо Господь Бог Твой любит Тебя. Вот так, который проклинает меня там сатанизмом, там это беснуется буквально, повсячески поносит. Ну вот видите, какие места в Писании, я этим утешаюсь. Псалом 108.28 Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Псалом 101.11 От гнева Твоего, негодования Твоего, ибо Ты вознес меня, и не зверк меня. Раньше было вот так. 2 Законие 19.16.21 Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба. Пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель, тот свидетель ложный, ложное донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истребить зло из среды себя, и прочие услышат ее бояться, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадить его глаз твой, душа за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. А ныне вот так. Римлянам 12.20 Итак, если враг Твой голоди, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи. Клевета, это как морская солома. Мокрая. Мокрая солома. И хворост на огне. Вначале будет пар и дым, а потом огонь взметнется до облаков. Это Ян Златоуз говорит так. Так и ложь подсохнет, и правда невинно убиваемого будет видна до концов вселенной. Успокойтесь, и успокойте батюшку. Это же не без промысла Божьего, ибо Бог любит тебя. Евреям 12.11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вот так. Потом, потом, когда мы осознаем все. Притча 3.13 Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Евреям 12.6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Христос посреди нас, уважаемый Игнатий. Понравились мне ваши беседы с мусульманами. Разрешите добавить вас, друзья. С уважением, Филипп. Вот видишь, какой Филипп. Да, пожалуйста. Филипп, какой фамилия? Байдалинов. Ну, похоже, что не русский. И какие мысли у него хорошие. Тут что-то человек играет. Александр Пигалев. 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 Шариат не подходит. Как и розги, в общем-то. То есть, он гомосексуалист, и я говорю, не подходит. Но другого розги тоже. А у нас в Новосибирске есть розготерапия. Профессор Филиппенко. Это официально. Платят деньги, приходят, назначают розги и порят его там. Все сфотографировано у нас стоит. Запишите. Розготерапия на нашем форуме, и вы найдете. Розготерапия. Он не хочет. Надеюсь, молитва поможет. Я тут даже молитвенник недавно купил. Думаю, вот как бы себя приучить. Думаю, только ничего не будет. Пустое. Сегодня я приобрел Новый Завет на церковно-славянском языке. Я просто очень люблю языки изучать. И собираю библиотеку. У меня уже около 1500 книг. И только 500 из них плохие. Ничего себе. Но они достались мне случайно. А так я собираю лингвистическую и философскую литературу. То есть полностью погибшая душа. И думаю. Думаю, языков 15 у меня наберется. А года где-то 1880. Классическая поэзия, проза, биография, мемуары. Видите как? То есть душа полностью горит в огне. Умрет сегодня, в ад пойдет. Я раскаяю на этом. Ни один мужеложник в раю не будет. А он чем занимается? Это единственное, что спасает мое интеллектуальное равновесие. Но на Библию я потратил больше всего. В основном Новый Завет. Оно у меня есть на древнегреческом, на церковнославянском, в синодальном переводе. На английском, на немецком. В переводе Кассиана. И такой перевод, и всякой перевод. Плюс специальные словари и пособия к древнегреческому языку. Это я не хвастаюсь. Это я пытаюсь пояснить свой уровень увлеченности этим текстом. Мне доставляет удовольствие заниматься всем этим переводом. Но на церковнославянском я купил только сегодня. Если что, вам можно задавать вопросы по нему. Вы знаете этот язык? Мне он очень понравился. Ничего я не сталкивался, потому что я совершенно на русский язык все полагаю здесь. И вот хочется сказать этим людям, которые начинают что-то где-то искать рядом. Ты умрешь сегодня. Тебе это надо? Больше не надо ничего рассуждать. Имейте страх Божий. И все остальное как бы никогда не бывшее. Мелькнет эта планета, сгорит земля и все на ней. И ты в этом грехе умрешь. Вот он сейчас человек о себе говорит. У меня такой грех. То есть осознания нету, что пьяница царствия Божия не наследует. Достаточно? Я люблю... Да никакая это не болезнь. Это пленение дьявольское. И вот он говорит, это грех, это пленение. А как вырваться? Христос только помогает. Больше никак. Уверовать. Это значит слезы, стон, плащ, пост, молитва, милостыня. Вот только другого нету. У нас оружие это. А дальше что он делает, как говорит. Ну что на это сказать? У нас еще есть время. Немножко еще посмотрим. Вот наш форум показывает, куда заходите и задавайте вопросы. Это ответ предыдущему этому парню. Это ответ ему сейчас будет. А, ну да. Дальше. Вам уже ничто не поможет, кроме уже сказанного во Святой Библии. Давайте. Второй параллелепоменон 34, 21. Да давайте, прочитай просто, назови места. Второй параллелепоменон 25, 16. Евангелие от Марка, 1 глава, 24 стих. Пороки из Дикии, 32, 32, 33, 32. Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Екклезиаст, 12 глава, 13 стих. А как вы знаете? Ну как, я молюсь и задают вопрос, у меня сразу как ответ выплывает на это. Вот я советую всем священникам поступать именно так же. Люди, пришли не к нам. Я ему отвечаю. Вот что говорит Дух Святой и Святой Библии. Он не ко мне пришел. То есть он не может выразить, а я ему говорю, тебе нужен ответ Божий. Вот ответ. Он и не послушал. А при чем я? Ну тут что-то другое, тут непонятное. Тут что-то выходит, люди тут как-то. Дальше. Ксения Елсукова. Здравствуйте, Игнатий. Пожалуйста, проголосуйте за запрет абортов. Помогите нашему народу перестать убивать детей. Если сможете, распространите этот пост. Спасибо с Господи. Без ответа через несколько дней получено еще одно сообщение от Ксении. Игнатий, добрый день. Как вы думаете, вы сможете помочь в голосовании за закон против абортов? Нет, это ничего не даст. Только уверуют. Как они были, аборты, 18 сегодня, 20 тысяч каждый день. И за время перестройки, 20 лет, убито в России было 120 миллионов. Государство. Чего удивлять это? Народ истребляет себя, страна изжила себя. И как Дмитрий Смирнов говорит, здесь будут жить лучшие нас люди. Лучшие. Я отвечаю. Такой закон не примут. А если примут, то положение с абортами, почти 20 тысяч убитых в очреве каждый Божий день, ничего не изменит. Не о законе в Думе нужно думать. А как человеку отдать свою волю Господу Богу? Как смириться под крепкую длань Всевышнего Господа Бога? Чтобы Господь наш Иисус Христос занял в сердце подобающему Ему место. Русский народ изжил себя. Потому и вымирает. У Бога известие наш первый вздох, наше зачатие и последний выдох. И то, нужны ли сонмы грешников, когда в них нет страха Божия, и их в церкви ко Христу не ведут. Вот характеристика наших современников. И нужны ли они на земле? Ну и дальше места прочитайте. Второй Тимофея, третья глава, второй по пятый стих. Ну потом прочитайте просто дальше. Послание к римлянам, первая глава, двадцать восьмой, теория, тридцать второй стих. Примус Сирахов, семнадцать третьих. Ну она может быть шестнадцать, потому что в интернете на одно там больше. Дальше. Сирахов, семнадцать одиннадцать. Премудрый Соломон на двенадцать пять. Ну посчитай. Сирахов, семнадцать одиннадцать. Равно как и шестисот тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался не наказанным. Дальше. А то Бог никого не наказывает. Премудрый Соломон на двенадцать пять. И безжалостными убийцами детей, и на жертвенных перах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях. Третья ездора. Пять восемь. И будет смятение вам во многих местах. Часто будет посылаем с неба огонь. Дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут дрожать чудовище. Марк 14, 21. Ну, то есть, прочитать это. А это тут что? Павел Ермоленко и Игнатия Лапкина в октябре. А там и с отцом Павлом, и его сын Павел. Александр Грицай, город Киев. На это видео отвечает Павел Грицай. Спаси Господь, мне стало понятно, что мой подход к полемике был неверен. Благослови Бог вашу миссию. Это Ермоленко, отец Павел, его сын Ваня, приехали, на это отвечают. Далее Александр Грицай пишет уже на своей странице, вставляя фото со страницы. Мне стало полезным просмотр этой записи. Может, будет полезно и вам. Ну, вот кому-то советует он, Павел Ермоленко. Ольга Пронца присылает требуемую фотографию священия и ждет ответ. Ну, вот она, видите, как венцы надетые, священник причащает. Ну, а где они-то... Не, он дает попить воды святой. А? Святой воду дает. Не понял. Не причащает, но воду дает святую. Воду святую дает. Ну, или вино там, я не знаю. Не знаю, вино, может быть, вино, вино. Да-да-да, вино. Вино. Я отвечаю. Прекрасно. Редкий снимок, чтобы венцы надевали на голову и венчали. Если поле после случается развод или бегство жениха или невесты, то сразу тупиковый вопрос без ответа. А какова же была вера у этих людей под венцом? И какое место в их сердце оставалось Христу? Место, не занятое плотским вожделением. Были ли там молитвы настоящие и вера глубокая, как у Товии? Придется у Товии. Товии. Читай. Восьмая глава. Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал, Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас. И начал Товия говорить, Благословен Ты, Божий, отцов наших, и благослови на имя Твое Святое, их славное вовеки. Да благословляю Тебя, небеса, и все творения Твои. Ты сотворил Адама, и дал ему помощницу и Еву, подпору и жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал, Нехорошо быть человеку одному, сотвори помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою, не для удовлетворения похоти, но поистине как жену, благоволив же помиловать меня, и дай мне состариться с нею. И она сказала с ним Аминь, и оба спокойно спали в эту ночь. Видите, как нужно вести себя. Вот если такое было, значит было. Ксения по абортам отвечает. Тогда уж буду грешить, безгрешность все равно ведь не умру. Это по вашей логике изменится ли что-то или нет. Не нужно думать, это Бог решит. А вот мы сами должны нести ответственность, каплю добра принести. Пять минут своего его времени, если вам жалко потратить, как мы потом будем в глаза смотреть, тем, кто нас судить будет. Мы пожалели пять минут времени, из-за своих сомнений, на то, чтобы помочь спасти хотя бы сто детей, и даже не детей, а тех матерей, которые могли бы и не взять такой грех на себя, если бы жили в стране, где закон не разрешает убивать детей по вере вашей, да будет вам. Молитесь за нас, грехи. У мусульманах подарить Аллаху пять сыновей, а здесь хоть пятьдесят убить. Ну что спрашивать-то? Я отвечаю. Смотрите намного глубже. Мы должны рассуждать только основываясь на Святой Библии. Она говорит, Филиппийцын 2.5, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Христос не послал учеников, и того нам не возоповедовал, чтобы мы боролись за справедливое устройство мира и благополучие в жизни на земле, без него, большую букву. Прочтите жития апостола Фомы за 5 октября, по старому стилю. Молодых нас свадьбы развел по углам, предсказал, какие будут дети злые и порочные у них. Нам заповедлено одно лишь. Вот он, дальше место называй. И сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Лука 24.49 И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. То есть я пошлю, я от Отца и Сына Исходящего. Вот оно, я пошлю. А в другом месте умолю Отца. То есть и то, и другое верно. Вот о каком рождении нужно ратовать. Евангелие Таана 3, глава 3 стих. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие Таана 3, 7. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должного родиться свыше. Цыган много рождается, и у китайцев есть народ. Но знают ли они путь на небо? И до чего они родились? И куда пойдут потом? Удержать и не делать аборты абсолютно невозможно. И такой задачи само государство не ставит. За время перестройки за 20 лет в России убито 120 миллионов детей в очреве. Все объявляющим в гробе в животе лютой женщины-безбожницы. И Игнатий Брянчанинов советует не пытаться удержать поток зла немощной рукой. Тебя просто сметет, предупреждает святитель. Вот так. Так, у нас еще время есть. Еще заглянем на одну страничку. Вот оно. Александр Грицай. Вот он какой. Игнатий Тихонович, Ваше мнение о принадлежности ко Вселенской Церкви, об учениях святых отцев Златоустого, Брянчанинова, Болгарского и им подобным о преемственности. За какого владыка вы молитесь? Какое понятие. Да за всех молимся. А за Папу Римского, Венедикта и Франциска молюсь. Я за всех молюсь. За Эрдогена, чтобы с Турцией не было войны. За всех. Молитесь за Жириновского. За всех надо молиться. А то монахи молятся за всех мир. Я говорю, я еще за Воробьев только молюсь. Милана Мороз. Город Москва. Игнатий Тихонович, помогите, пожалуйста, советам. Возможно ли в миру очиститься, в скобках, частично восстановить целомудрие? Я понимаю теперь уже, что в человеке есть невидимые душегубы. И если не беречь себя и не бдить во всех отношениях, тело восстает, и бесы начинают еще вдобавок издеваться, увеличивая поползновения во время молитвы. Духовник сказал, что все мои поползновения это мой крест. Не терпите ту адскую боль или можно как-то тело умертвить, не уходя в монастырь в миру? Молюсь очень мало, вне внимательно, пусто рушая сладким. Нервная система не выдержит по причине вражей атаки. Я грешила блудом. Да вообще всем грешила. Простите, мне, наверное, не стоило вам писать такие подробности. Я отвечаю. Вне Вселенской Церкви без канона Вселенской Церкви, ее трудов и отцов, кто же мы будем тогда? Это тому мужчине стоит сына. Учения Иоанна Златоуста, Брянчанинова, болгарского безыменнего церковь не знают. Нет. Церковь знает их чудные труды. Что за вопрос о преемственности? Не о рукоположении? Без этого нельзя. Молимся за епископа Сергия, за епископа Максима, за патриарха Кирилла и других. Ну, дальше тут ответы на видео. Видите, как. Это про нашу деревню. Показано здесь. Вот если я молодец, ткну ее, она сразу покажет, что потеряю в Козаповеднике веры. Видите, как сделали. Это не я делал. Во имя предчувствия. Ну, ладно. Дальше что? Александр Гель Гель. Вообще здорово, что есть такие селения. Отец Дмитрий Лещу, город Чернигов. Здорово, что есть на земле такие люди, как Игнатий. Многих лет ему жизни. Что интересно, вот сейчас я говорю, открыто все, и те, которые беснуются вокруг, даже не знаю, люди ли это, или человека демоны, они сейчас этих людей высчитывают, находят, и их забрасывают мерзостями всякими, страшными. И люди приходят и говорят, а то что за сумасшедшие люди на меня напали? Из-за чего? Вот кого я показываю, все подвергаются атаке, узнают кто в друзьях, чтобы вырвать, разложить их. Помолитесь об этом. Эти люди закончат очень и очень плачевно. Сережа Постимский с города Пермь. Душа радуется. Молюсь очень мало, невнимательно, постно рушаясь сладким, нервная система не выдерживает ответ. Читайте Святую Библию, молитесь и поститесь крепко, как сказал Святой Иоанн Златоуст. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Иса 58 глава 2 по 11 стих. Вот я выписку сдал. Дальше Александр Угрецай снова пишет. Спроси Господь, почему я вас спросил по тому, как мне дали ссылку, в которой указано на вашу деятельность. Видите как? То есть он еще не сдал, но так как его сразу высчитали, ему уже дали ссылку. Мы сектанты. Ну сектанты, дальше ко мне обращаются, не к вам. И притом это делают только по благословению священников, а тут умерзость рассылают везде. Даже одна душа, если спасется, вся жизнь может оправдана. А если душа погибнет, вот Грицай, это видимо, не здесь он живет. Дальше. Простите, я никого не осуждаю и выводы пока что не сделал. Я внимательно рассматриваю ваши труды и рассматриваю мнения других. Удалил вашу видеозапись в своей странице из предосторожности, чтобы кто-нибудь слабым духом не увлекся иным учением. Посему пока что все будет происходить в диалоге. С чем не буду согласен, отпишу. С чем согласен, одобрю. От своего имени. Спаси Господь Бог, мир вам и спаси. В первую очередь, бороду не брей. В первую очередь, где-то. А дальше будет видно. Застегнись. По-христиански будь. Вот мальчик лучше одетый. А потом дальше уже видно будет. Девушка. Надежда Гаврилова, 17 лет. Спасибо большое, батюшка. Я постараюсь выполнить ваш совет. Ну вот. Ярослав Вишневский, город Минск, Беларусь. Отец Игнатий, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, как с хуйными мыслями избавиться от врага? Грица опять. Что он пишет? Опять просмотрев видео, я убеждаюсь, что вы говорите правильно. Пора перестать лицемерить. Во многом вера у людей поверхностна. Да, прихожане не знают символа веры. Грустно, что и я, часто обольщаясь миром, сим впадаю в искушение и падаю, а потом снова падаю в другое. Падаю в другое. Он ходит так на молитву и на связь с самосемогущим Богом. Он поможет и разобьет врага. Но ведь мысли-то все же в нашей голове от того, что видим, что слышим, о чем разговаривали. Как может человек в мыслях рассуждать о прочитанном в книге, если не знает ничего, а только в телевизор пялится день и ночь, смотрит блудные фильмы, вот и лезет вся эта нечисть в грешную, замусоренную голову. Изменится образ жизни и мысли будут иные. Если человек сидит в яме пленной, то у него, пытаемого, каждый день какие будут мысли, когда по пальцу в день будут отстреливать, выживая в выкуп или показания на кого-то. Образец находите здесь, в Солом 118, 15 стих О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твоих. Чтобы от мысли избавить, ну, знай, заповеди размышляй. Солом 118, 48 стих Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, Который возлюбил и размышлять об уставах Твоих. Поставьте себе за правило просчитывать ежедневно, пусть и по частям. Солом 118 Советую вам то, что держу сам уже 50 лет. Солом 118, 164 стих Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Солом 1, 2 стих Но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет Он день и ночь. Ежедневно наизусть заучивайте хотя бы несколько стихов из Святой Библии. Напишите их на картоночке и карманы этими шпаргалками заполняйте. И отойдет туман. Чем наполнишь голову и сердце, о том и будет размышление постоянно. А если не так, если не полюбите Святое Слово Господне, то мысли ваши задушат вас из самой искорки света и подвижки к доброму. Доведут и лицо до черноты, ибо оно будет отражать сердечные полости. Ну пока места назови Писание. Солом 9, 25, 72, 7, 80, 13, притчи. 25, притчи 24, 9, притчи 30, 32, Екклезиаст 7, 29. Вот найдите места, я показал уже, где вот они есть. И дальше. Ярослав Вишневский, город Минск, Беларусь. Спасибо, я понял, надо читать полезные книги, а не в интернете сидеть. Вот молодец. Не брейся, не перекасайся бритвой к всему. Вчера был концерт Светланы Копыловой в Барнауле. Как известно, вы на него не ходили, хотя вам и предлагали заранее купить билет и оплатить его стоимость. Вам в дар. С чем связано, что вы решили не идти? Ну вот я дальше отвечу. Артем Черкасов, город Рязань. У вас очень интересные видео. Помоги вам, Боже, чтобы у вас все получилось. К вам добавлюсь друзья. Это очень ценно и для меня большая честь. Видите как. Ну не все хульно относят это. Дальше. Ольга Марвина, город Москва. Видите как, все расхлестано. Ни одной мусульманки не было за 1300 лет так одеты. Сразу скажем. Как если еще тут просвечивает? Здравствуйте, Игнатий. Что вы думаете об отроке Вячеславе Крашенинникове? За кадром рассказывает его мама. То, о чем он говорил при жизни. Он умер в возрасте, не дожив 5 дней до своего 11-летнего. Ну я знаю, что это об этом уже патриархия дала ответ. Фальшь, обман, сплошной стопроцентный обман. Юлия Леонова. Батюшка Игнатий, благословите. Открылась сегодня ВКонтакте и очень удивилась. Приятно удивилась, увидев вас. Надеюсь, сможем с Божьей помощью друг другу помогать и поддерживать. Спасти Господи вас. Ну вот, я не знаю, откуда они вышли, то другое. Вот мне понравился юноша. Вот борода еще не растет. Это можно, значит, застегнуть и бороду. Отознащитесь с этого. А здесь закрыть грудь. Если пришли в храм, до кистей, чтобы были закрыты. А в наш храм вы не зайдете. Вот как еще. Сергей Бугаев. Ну, как-то сумели снизу подкарапировать. Снизу, в очках. Мир вам. Не знаю, как правильно обращаться. Я старообрядец, единоверец из Санкт-Петербурга. С интересом посмотрел фильм о Потеряевке. Возник вопрос, как Потеряевке относится к пермакультуре. Задание заранее благодарен раб Божий Сергий. Спаси Христос. Дальше. Любовь Котлова, город Пермь. Спасибо за видео. Надо подстригаться. Не надо, женщина. Быть в платке. Ну, просто. Радость вдохнула. Буду рада узнать о вас побольше. Слава Богу. Игорь Сизиков, город Челябинск. Спасибо вам. Спаси Господи. Хорошее видео. Кстати, говоря, у меня мама и папа родом с Алтая. Вылково, Завьялова. Да и сам там часто бывал ранее. Спасибо вам. Видео помогло. Наталья Мурашова, город Псков. Спасибо. Что она держит в руках-то? Псковская городская Дума. Дума. Ну, ладно, что-то такое-то. Ну, вот все на сегодня. Еще раз покажу. Вот наша моя страничка в моем мире. Зарядите Игнатий Лапкин. Там две странички, одна с Голубем. Это там запасная, а это вот такая. Ну, и здесь все выставляется. Вот. Теперь вот наш видеоканал. Куда все выставляется. Вот сегодня мы какой составили. Это у нас 26-й. Он будет. Вот мы только что выставили. до этого были какие? Вот 24-й, а вот 25-й. 25-й. Это уходит завтра мы выставим. Послезавтра там. Вот так. Дальше что? Вопросы. Вот это уже оставим. Дальше. Это вот вы видели где. И вот в свете Библии наш сайт. Через него легко на остальное выйти. Так что еще раз хочу сказать с Рождеством Христовым. Год был у нас очень удачный. Много работы сделали. Миссия миссионерская съездили на север. Баренцево море помогли. Помог Господь. Вот. Мы проехали от Владивостока порта Находки за 4 года и до Лиссабона от Тихого до Атлантического океана. Везде, всюду дарили наши книги 38 книг. Дарили библиотеки. Так что книги находятся в разных местах, в разных столицах мира. Прошли Турцию с той стороны, с обратной стороны Черное море, Афины. Ну и дальше были. Книги подарили папе, Венедикту и Франциску. Считают, не считают, но это Бог знает. Один только. Ну все на этом пока. Во славу Божию. Сейчас у нас богослужение будет. Пойдем. Храни Господь всех. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.